Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, я рад вместе с вами сегодня продолжить наши рассуждения над первым соборным посланием апостола Иоанна. Я хочу напомнить для тех, кто может быть сегодня впервые, что мы проходим серию проповедей над изучением этого удивительного послания. Буквально несколько слов для того, чтобы восстановить в памяти, о чем мы говорили с вами. Мы имеем удивительно, уникальное, глубокое свидетельство одного из учеников Господа Иисуса Христа, которого в Церкви называют апостолом, учеником, учителем, отцом, старцем, пастором. Он заслужил этого. Мы говорили о том, что Иоанн свидетельствует всей Церкви, свидетельствует духовному темному миру, лжеапостолам, лжеучителям, о том, что он лично знает Господа, того, который словом своим сотворил Вселенную, тот, который был в начале всего. И он говорит, я видел Его, я слышал моего Господа, я прикасался к Нему. Братья и сестры, мы говорили о том, что Иоанн говорит, что Иисус Христос, который был в начале, пришел на эту землю. Жизнь вечная обрела плоть и кровь. Жизнь вечная стала жить среди людей. Для чего? Для того, чтобы иметь общение с отцом и сыном. Он говорит о той величайшей привилегии, братья и сестры, о том, что верующий человек, а если он еще не верующий, он тоже может прийти, иметь общение с отцом и сыном. Мы говорили позапрошлое воскресенье о Боге, Которому мы поклоняемся, Которому мы только что пели общим пением, Которому мы молились и будем сейчас молиться. В присутствии, Которого мы ходим, братья и сестры, каждое мгновение о том, что сущность нашего Бога – это свет. И в этом Боге нет никакой тьмы. Друзья мои, я хотел бы сказать для тех, у кого есть сегодня вопросы неразрешенные. Есть печаль на сердце, есть переживания, есть скорбь, есть страдания, есть мысли, простите, о самоубийстве, есть попытки каким-то образом уйти от этой реальной жизни и пытаться найти какие-то заменители в алкоголе, наркотиках или в других каких-то вещах. Друзья мои, вслушайтесь, Иоанн говорит, Бог есть свет. В нем нет никакой негреховной тьмы. В нем нет тьмы, нет вопросов. В нем все есть, все ответы есть. Подождите, придите к нему. Попросите, Господь, освети мою жизнь, освети мою тьму. Когда-то, помните, Иоанн оказался в такой тьме. И он был согласен уже постелить постель свою там во тьме и оставшуюся часть жизни проводить во тьме. Но Бог, который есть свет, озарил его жизнь. И он говорил, о тебе я слышал только слухом, а теперь мои глаза видят Господа. Бог есть свет, с которым можно иметь реальные, близкие общения. Братья и сестры, последующие все шесть стихов в этой первой главе начинаются с одного слова «Если», что в определенной степени выражает условия существования чего-то. Мы говорим, если Господь благословит, мы сделаем то и то, правда? Если Господу угодно будет, у нас будет какая-то поездка или еще что-то, мы часто используем. Все последующие шесть стихов начинаются с этого удивительного слова «Если». Три раза Иоанн пишет «Если говорим». Один раз он говорит «Если ходим». И один раз он говорит «Если исповедует». Последующие размышления над этими стихами, братья и сестры, поможет нам увидеть, в каких глубоких и серьезных отношениях Бог призывает нас с вами. Христианство, братья и сестры, это не церковное утреннее служение в два часа с хорошей программой и назидательной проповедью. Это намного серьезнее. В серию своих проповедей я назвал «Жизнь во свете», потому что только к такой жизни призывает меня и вас Бог. Мы посмотрим с вами, что происходит в нашей жизни, когда мы ходим во тьме или когда мы ходим во свете. И сегодня я приглашаю вас к размышлению над только одним шестым стихом. И первое слово, которое мы уже сказали, говорит о следующем. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, ничто так не отвращает от людей, людей от Бога, как лицемерная жизнь тех, которые называют себя христианами. Не правда ли? Я слышал множество свидетельств и примеров людей, которые говорили, «Я ушел из церкви, я перестал верить в Бога, я перестал читать Библию, потому что я столкнулся с такими верующими, которые так засветили, которые говорили». Приходилось вам слышать, дорогая церковь? Мы имеем... Обратите внимание, дорогие друзья, мы имеем колоссальную и несем ответственность. Тысячи людей будут свидетельствовать пред Господом за то, что в их жизни, на пути их встретились люди, которые говорили, говорили, проповедовали, учили с кафедры, учили молодежь, но которые ходили во тьме. Это серьезный вопрос, братья и сестры. Обратите внимание, как Иоанн подходит к этому вопросу. Он не говорит, если вы говорите, он говорит, если мы говорим. Иоанн включает и себя лично в категорию этих людей, которые говорят о том, что они имеют общение с Богом. Обратите внимание, Иоанн очень переживает за состояние церквей. Он видел Христа. Братья и сестры, он знал, какая настоящая жизнь. Он знал, что Христос есть свет. Он знал, что Христос никогда не обманывает, не лжет, не лицемерит. В нем нету двойных стандартов. То, что он говорит, так и он поступает. И он понимает, что он апостол, которому Бог дал огромную ответственность учить, проповедовать. И он говорит, что нужно не только говорить, нужно ходить, нужно жить во свете, нужно показать людям. И вот поэтому он говорит, если мы, в том числе и я, если я говорю, что я имею общение. Я верю, что в этих последующих стихах, которые мы будем говорить, в шести стихах, Иоанн раскрывает истинное христианство, которое не только говорит, но и ходит, живет во свете. Истинное христианство, которое не прикрывается, ложной проповедью, не скрывает своей греховности, но истинное христианство, которое исповедует свои грехи, признается в своих грехах, имеет величайшее благословение, потому что кровь Иисуса Христа тогда будет очищать от грехов. Не тогда, когда мы говорим, что имеем общение, а живем во тьме. Обратите внимание, если мы говорим, братья и сестры, христианская жизнь, вся наша жизнь, она устроена, что мы говорим. Первое, к сожалению, мы больше всего говорим. Так устроена жизнь. Мы встретили неверующего человека, братья и сестры. Что мы делаем? Как мы хотим засвидетельствовать, чтобы привезти его к Господу? Конечно, мы должны ему говорить, правда? Рассказать о Господе. Это одна часть. И Иисус Христос так он делал. Мы слышим часто в Писании, читаем, опять Иисус говорил к народу. Иисус говорил. Павел, говорит, пишет в своем послании, мы веруем, потому мы и говорим. И наши свидетельства об Иисусе всегда будут начинаться с наших слов. Иисус посылал своих учеников для того, чтобы они говорили. Но, братья и сестры, этого недостаточно. То, что мы говорим и проповедуем, должно быть подтверждено нашей практической жизнью. Для того, чтобы люди, о которых я говорил раньше, которые многие разочаровались, в тех, которые говорят, но не живут, а еще страшнее, ходят во тьме. Братья и сестры, Иоанн берет на себя ответственность и хочет сегодня, в наш 21 век, век такого, знаете, холодного, слабого, тепленького христианства, хочет сказать, послушайте, дорогие, есть реальная жизнь. Я беру на себя ответственность, как апостол, как ученик Господа, Иосифа Христа. Я хочу поднять на педесал реальные отношения с Богом. Я хочу показать, что есть истинное хождение во свете, без всякой приукрашения и без всяких двойных стандартов. Бог всегда осуждал двуличие и лицемерие. Друзья, те, кто соприкоснули свои жизни с подобными вещами, с людьми, которые называются верующими, послушайте, я хочу сказать, что Бог всегда осуждал двуличие и лицемерие. Еще в Ветхом Завете Бог говорил об израильском народе. Книга пророка Исаия, 29 глава, 13 стих, он говорит так о своем народе. «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня». Ну, неплохо, правда, приближается и чтит, благодарит, славит, поет, но обратите внимание дальше, «но сердце его далеко отстоит от меня». Представляете, какая совершенная противоположность. Тоже говорят одно, а сердце внутри далеко, там Бога нету. Соответственный образ жизни совершенно другой. Христос, когда жил на этой земле, братья и сестры, он тоже соприкасался с этой группой людей. Нужно сказать вообще, братья и сестры, это какая-то уникальная группа людей. Кому обращается вот этот стих? Шестой стих. Если мы говорим, что имеем общение с Богом, представляете, на какую высоту мы претендуем? Не просто, что я являюсь членом церкви, не просто, что я прочитал Библию несколько раз, не просто, что я где-то участвую, мы говорим, что имеем общение с Богом. Это что-то очень личное, значимое, правда, в жизни. Этот человек имеет общение с Богом. Он говорит, значит, от него что-то ожидает особенного, не правда ли? С такой группой людей соприкоснулся Иисус Христос, когда жил на этой земле. И он говорил о них следующие слова. Матфея 23 глава, 3 стих, если не ошибаюсь. все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но дальше обратите внимание, по делам же их не поступайте. Почему? Ибо они говорят и не делают. Братья и сестры, это лицемерие. Эта группа была религиозных людей, фарисеев, которые проповедовали, которых приглашали, которые любили, чтобы быть где-то впереди. Да, правильно проповедуют. Сегодня люди, многие правильно проповедуют. Тысячи их слушают, но Христос говорит, но по делам их не поступайте. Обратите внимание, они претендуют, они говорят, но Христос хорошо знает этих людей, говорит, но не делают того, что говорят. Апостол Павел соприкоснулся с этой группой людей, в которой он жил, прощался. Где это была группа людей, братья и сестры? На улице? Нет. Парадокс заключается в том, что те люди в церкви. Парадокс заключается в том, что те люди претендуют на то, что они являются особыми верующими людьми. С этой ситуацией соприкоснулся апостол Иоанн, который находился в церкви. Люди пришли, говорят, мы имеем особое отношение с Богом. Мы будем в течение всего этого времени, будем говорить на первом послании, мы будем всегда соприкасаться еще более предметно с этой группой людей, с ихним мировоззрением, с ихним философией и религиозным пониманием. Иоанн с ними соприкасался. И он видел ихнюю жизнь. И Павел видел, и он говорит, послание Титу, 1 глава, 16 стих, они говорят, обратите внимание, эти люди не молчат, они говорят, что знают Бога. Какая, обратите внимание, ответственность? этот человек говорит, что он знает Бога, а делами отрекается, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Апостол Павел имел особое зрение, братья и сестры. Он видел человека, видел его жизнь, и от него не сокроешься. И он говорит, эти люди, и он имеет в виду конкретных людей, они говорят, что знают Бога. Они тоже, видимо, проповедовали. Обратите внимание, чем они отрекаются? Не словами, не потому, что они говорят, но он говорит, ой, извините. они делами отказываются, отрекаются, потому что сущность их – это тьма. Братья и сестры, я размышлял, почему так происходит? Почему Господь допустил, чтобы в христианстве, в церквях было такое поношение через этих людей, которые говорят, что не имеют общения с Богом, а ходят во тьме? Почему нету такого сита, проведать? Почему Бог не наделил служителей каким-то особым даром зрения, для того, чтобы можно было определять? И вы знаете, я как-то рассуждал, молился, готовясь на этой проповеди, мне вспомнилось слова Господа Иисуса Христа, когда Он говорил «Притчи о Сейкеле». Помните, в 13 главе Евангелия от Матфея Христос говорил «Притчи о Сейкеле», и там Он коснулся еще одной интересной ситуации. Если можно, братья, откройте, попробуйте тоже найти в Библии 2, 13 глава, Евангелия от Матфея, 13 глава Евангелия от Матфея, Христос приводит еще одну притчу про сестры, и она нам открывает тайну Царствия Божия. И вы знаете, когда я прочитал, мы знаем этот текст, сейчас мы прочитаем, вы вспомните, но мне открылась вот тайна Царствия Божия на этой земле. Христос говорит с 24 стиха, «Другую притчу предложил Он им, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семья на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы до владыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, враг человека сделал это. Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Братья и сестры, не бывало ли в нас желания в эти плевелы, кого мы видим? Так хотелось бы, мы стараемся где-то как-то что-то защитить. Нет, действительно, это очень серьезная тема, братья и сестры. Когда мы слышим, что что-то происходит, каким образом это реагировать на это? Обратите внимание слова Господа. Тот Господин сжатвы, который наблюдает над этой землей, в 30 стихе он говорит, «Оставьте, не трогайте, оставьте, расти то и другое до сжатвы». Братья и сестры, но ведь это процесс, расти, это не пяти минут дело. Оно растет вместе, плевелы и доброе семя растут вместе, соприкасаются. Вы, наверное, наблюдали, если на поле или на нашем нагородике, или на участке посеем, и не придите туда неделю, две или еще месяц. Что вы придете там? Заросшее все будет, попробуй там, правда. Не так-то легко потом пропалывать, убирать этот сорняк, но Христос говорит, оставьте расти то и другое до кого времени? До жатвы. У Бога есть предел, друзья мои. У Бога есть время, и Он называет это жатвой. Что произойдет во время жатвы? Я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их о пшеницу уберите в житницу мою. Братья и сестры, вот он ответ. Откуда эти люди? Почему тайно Царствие Божие открывает Господь? И многие-многие еще места Писания тоже об этом говорят. Братья и сестры, все верующие думают, они делятся на две группы. Условно можно поделить всех, которые называют христиан, на две группы. Первая категория людей живет на территории света и ходят во свете, хотя иногда соприкасаются со тьмою. Хотя иногда соприкасаются со тьмою. Вы скажете, как это бывает? А потому что мы живем в мире тьмы. Мы живем, где зло. И когда-то, когда Петр хотел, когда Господь, помните, умывал его ноги, он говорит, Господи, тебе ли умывать ноги? А помните, что Христос сказал? Омытому нужно омывать ноги. Почему? Потому что омытый ходит по этой земле, соприкасается с этим миром, наше зрение, наш слух, наши мысли, наше общение с людьми. И мы не можем, чтобы не соприкасаться с этим тьмою. Братья и сестры, есть другая категория людей, которые живут во тьме, живут на территории тьмы, хотя иногда соприкасаются со светом. Посещают церковь, говорят, что не имеют общения с ним, проповедуют, делают добрые дела, соприкасаются с светом. Но, как апостол Павел говорит, делами своими отрекаются. Братья и сестры, вопрос не в том, с чем мы соприкасаемся, а вопрос, где мы живем. Вопрос в том, ходим ли мы во тьме или ходим ли мы во свете. До конца нашей жизни, братья и сестры, мы будем соприкасаться с этой тьмою. Дьявол будет атаковать церковь, дьявол будет посылать раскаленные стрелы лукавого, и мы будем соприкасаться. И вопрос не в этом, а вопрос в том, на какой территории, где я сегодня хожу в моей реальной жизни. Итак, вопрос, что значит ходить во тьме? Глагол ходить указывает на постоянное действие. говорят, то есть нашим современным языком это то, что мы называем образом жизни, стилем жизни. Мы говорим, эта семья постоянно ходит в нашу церковь. Мы ее знаем. Речь идет о том, что эта семья постоянно, это образ жизни. Если человек приходит раз в год на Пасху и на Рождество, мы говорим, ну, приходят иногда люди в церковь. Этот человек 25 лет работает на одном месте работы, на одном предприятии. Речь идет о его образе жизни, правда? Этот человек ходит постоянно. Что значит ходить во тьме в прошлое воскресенье? Мы слышали проповедь на текст из Евангелия Теана, 8 глава. Помните, там указано было, Иисус Христос ведет диалог с уверовавшими в Него иудеями. Обратите внимание, некоторых это очень достаточно. Ставят на этом точку. Он обращается к уверовавшим в Него иудеям и говорит, этого недостаточно. Я знаю, вы горды, вы считаете себя важными, вы считаете себя детьми Авраама и на этом успокаиваете. Недостаточно этой веры, то, что вы просто поверовали. Он говорит, познайте истину и истина сделает вас свободными. Он приглашает их дальше глубокому, серьезному, истинному христианству. Он дальше, когда мы смотрим эти тексты, интересно, это очень сильная глава, братсёстры, там Христос говорит такие слова, что всякий делающий грех есть раб греха. Они его не понимают. И Христос говорит, почему вы не понимаете речи Моей? Знаете почему? Потому что не можете слышать Слов Моих. Вы не являетесь Моими детьми. И он буквально им в 44 стихе 8 главы говорит, как мы говорим, знаете, не в бровь, а в глаз. Называет вещи своими именами и говорит, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Как я истину говорю, то не верите мне. про сестры он говорил о людях совершенно нерожденных свыше. Люди, которые ходили во тьме. Образ жизни был, это образ греховный. И обратите внимание, мы дети Авраама. Не защитит в тот день, когда мы предстанем пред тем, которого очень как пламень огненный. Не защитит я баптист в четвертом поколении. Не защитит я член церкви 30 лет. Не защитит ничего, братья сестры, защитит только одно – хождение во свете. Подобно, как он во свете. Апостол Павел тоже сталкивался с этой группой людей очень часто. И он тоже пишет в своем послании, предупреждая церковь, служителей. В послании Крилле нам 2 глава 17 стиха он пишет так. Вот ты называешься иудеем. В какой период произошел промежуток между Христом, служением Христа, потом апостол Павел. Но эти люди где-то не продолжали в своем потомстве. Он опять сталкивается с такой же группой людей, которые говорили, что не имеют общения с ним, говорили, что они семья Авраамова. И он говорит, вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона и уверен себе, что ты путеводитель слепых свет для находящихся во тьме. Римляна 7 глава и мы продолжаем. Спасибо, братья. Наставник невежд учителем младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Братья и сестры, обратите внимание, как близко люди стояли в истине, возле истины, простите, нет, не в истине, возле истины. Люди, которые соприкасались со светом. Братья и сестры, обратите внимание дальше, что он пишет. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Представляете? Я вас буду учить, братья и сестры, а себя не буду учить. Проповедуешь не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаешься идолов, святотатствуешь, хвалишься с законом, бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божия хулица у язычников. Какое категоричное, братья и сестры, заявление, это тот свет, который проливает абсолютно все, там нету места тьме. Если ты святой, живи святой жизнью. Если пьешь, скажи, я такое люблю пить, прелюбодействовать, жить, смотреть, воровать. Будь таким, каким ты есть. Не надо говорить, что ты имеешь общение с Богом. Христос говорил в Евангелии от Матфея, 7 глава, 15 стихе. Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете, братья и сестры, не потому, как они говорят, а по жизни узнают людей. Христос дальше в этой же 7 главе подводит итог, я думаю, с особой грустью. Он говорит о финале. Он говорит о том дне, когда люди предстанут пред Богом. И 22-23 стих Он говорит такие слова. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, нет Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесовесть гоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Братья и сестры, я не знаю, вот предмет на этих людей, конкретно, представляете, многие, друзья мои, мы где-то слышим, там, там, какие-то свидетельства, но Христос знает и говорит, многие придут, многие скажут лично мне в тот день. Но обратите внимание на ответ Христа. И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Просестры, Христос, апостол Иоанн говорит о, если мы говорим об общении с Ним. Несколько слов об общении с Ним, чтобы у нас не возникла путаница, чтобы не произошла подмена ценностей, чтобы не произошло то, что мы называем общение с Ним, какое-то, простите, совершенно будет ложное, искусственное, формальное, религиозное. То, что Христос сказал, «Я никогда не знал вас, я никогда не имел общения с вами», об этом скажет. Люди пред Господи, представляете, мы делали то, что мы говорили, «Я не имел общения с вами». Вы говорили, что вы имеете общение со мной, но ваша жизнь не соответствовала. Вы находились во тьме, в греховной тьме. Братья и сестры, давайте вот так вот, просто, то, что мы говорим друг другу, себе, «Я имею общение с Богом». В чем оно выражается? Практически, «Я имею общение с Богом». Может быть, я что-то не понимаю, я буду рад, если подскажут, помогут, я хочу развивать мои отношения с Богом, но я вижу для себя лично в моей молитвенной жизни, братья и сестры. Я понимаю, когда веру в человек, особенно я люблю молиться один, в закрытой комнате, склоняясь пред Богом, молясь, плача, рассуждая, открываешь все Богу, правда? Есть же у вас такие моменты, когда вы и Бог, и никто, знаете, не слышит вас, можете плакать, говорит все, что у вас на сердце. Приходит мир сердца, приходит покой, приходит Бог. Я радуюсь, когда я открываю это слово. И Бог говорит в мое сердце, Он разговаривает со мною. Кто-то скажет, это примитивно, может быть, но меня это устраивает. В этой книге, братья и сестры, меня устраивает. Я нахожу общение с Богом. Он открывает, Он говорит мне. Это слово назидает, наставляет. Он открывает меня, мой характер, мою греховность, мое ничтожество. Он утешает это слово. Братья и сестры, а вы замечали, когда каждый раз, когда мы заканчиваем собрание, то брат-служитель, который заканчивает служение молитвой, произносит такие слова. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и закончить эти слова. И общение Святого Духа с кем? Со всеми нами. Братья и сестры, это удивительное общение. Мы бы никогда не смогли молиться в Духе, если бы не было Духа Святого в нас. Мы бы никогда не смогли понимать Слово, если бы не было общения Духа. Это Он, братья и сестры, открывает. Это Он является своим удивительным внутриутешителем, параклета, утешитель, который наставляет на всякую истину. Это Он нас ведет в молитве. Это Он побуждает нас каяться. Это открывает Он все темное во мраке. Это Он дает силу. Это Он ходатайствует за нас с дыханиями незреченными. Это Дух Святой, братья и сестры. Общение Святого Духа. Без Него это слово будет закрыто, братья и сестры. Без Него будем топтаться, мычать, простите за это слово, что-то здесь людям. Ничего, никакие истины, свет с неба не придет в сердце без общения Святого Духа. Я так понимаю, если мы говорим, что имеем общение с Богом. Поможет нам в этом Господь. И несколько слов в заключении результат хождения во тьме. Если ходим во тьме. Мы прочитали, Иоанн говорит так, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то, и потом идет следствие, результат, то мы первые лжем. То мы лжем, то мы говорим неправду. Представляете, братья и сестры, самое страшное обмануть самого себя. У вас было такое? Обмануть самого себя. И вот когда этот обман заключается в всей жизни нашей, я всю жизнь говорю, что я общение с Ним, а это фейк, это неправда, это просто, знаете, то в конце жизни вот те люди, которые придут и скажут, Господи, Господи, а Господь скажет, я никогда не знал вас, я никогда не имел с вами общения. Отойдите от меня. Представляете, результат, который будет. Зачем себя обмануть? То мы лжем. Это одна сторона, братья и сестры. Когда люди лжут, ложь занимает, господствует в их жизни. Они просто люди, которые реально не имеют общения с Богом, которые ходят в греховной тьме. В их жизни господствует ложь, они не могут говорить правду, они все время врут, они все время оправдываются, они готовы на ложь в любое время. Ради чего? Ради вот этой, знаете, бирки. Я верующий, я христианин, я святой. Ложь господствует в ихней жизни, и постоянно эта ложь, она будет скрываться. вторая причина, или следствие. Иоанн говорит, хоть мы лжем и не поступаем по истине. Человек, который находится во тьме, говорит, но живет во тьме, он не способен поступать просто по истине. У него нет тех сил, чтобы поступать по истине. У него нет их реальных отношений, чтобы поступать по истине. Поэтому, когда истины нету, что есть? Есть ложь. Помните, Иисус Христос говорил такие слова. Кто пойдет за мной, кто последует за мною, тот что? Тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Просестры, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме. А если не последует за Христом, то что? То он будет ходить во тьме. Иоанн и апостол Павел, посланник Ефесина в пятой главе, братья и сестры, у нас нету времени сейчас, почитайте дома пятую главу Ефесина. В восьмом стихе он пишет так, «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Восьмой стих. Но перед этим, то есть вы были некогда тьма. И для того, чтобы понять, что такое ходить во тьме, в какой тьме, там выше он употребляет, использует определенные, рассказывает, в каком состоянии люди находились в грехах. Блуд, нечистота, любостяжание, смехотворство, пустота, и там многие-многие грехи, братья и сестры. Мы обращаем на тяжкие грехи, такие как блуд, например. А желание стяжать, да все мало мне, вот костюм есть, но еще пяток бы такого не помешал бы. Это тоже тьма, Слово Божие говорит. И третье, братья и сестры, Христос говорит, кто ходит ночью, тот спотыкается. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 11 глава, кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Братья и сестры, пробовали вы хотя бы один день оказаться с семьей, дома у себя, без света. Пройдите сегодня вечером, когда будет 8 часов вечера, отключите свет. Попробуйте провести один вечер с семьей без света. Приготовить, кушать. Наши молодые родители покупать ребенка должны маленького грудного ванночки без света. Попробуйте просто. Просестры, водители, дорогие, попробуйте ночью выехать на хайвее и выключить свет на несколько секунд. Что произойдет? Кто ходит ночью, Христос говорит, тот спотыкается, потому что нету света с ним. Несколько лет тому назад в Германии произошел такой случай. Одни подростки решили пошутить. И трем известным людям в Германии, которых знала вся страна, они на имейл отправили несколько слов. Они написали следующие слова. «Все вышло на свет». Как вы думаете, какая реакция была этих людей? Поразительная реакция. Первый человек, прочитав это сообщение, покончил жизнь самоубийством. Второй человек, взяв свою семью, все свои сбережения, все, что возможно было унести, эмигрировал, и до сих пор никто не знает, где он. Третий человек оставил всю семью, все сбережения и убежал, никто не знает, где он. Три слова кардинально изменили образ жизни. Еще раз, один человек покончил с собой, два человека ушли и сбежали. Всего лишь три слова. Все вышло на свет. Братья и сестры, Бог дает для того, чтобы можно было что-то исправить в нашей жизни. Для того, чтобы не услышать нам слова «Я никогда не знал вас». Для того, чтобы наши отношения были реальные с Богом. Для того, чтобы мы не только говорили, а говорить мы должны проповедовать, но жить. Знаете, что нам нужно? Нам нужно прийти к свету. Нам нужно последовать за Христом. Дорогой друг, дорогая душа, кто находится сегодня в нашем доме молитвы, кто слышит эту проповедь, те, которые смотрят и будут смотреть через интернет эту проповедь. Христос говорит, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Но я хочу сегодня сказать словами Господа, а если не последуете за Христом, то вы будете находиться во тьме. И ничто не поможет. Ни средства, ни здоровья, ни связи, ничто не поможет. Только когда придет конец вашей жизни, Бог осветит все темное во мраке. И тогда свет суда с престола. Не с престола благодати, братья и сестры, но суда Божьего престола будет судить ваши мысли, ваши взгляды, ваши слова, ваши поступки, ваши настроения, ваши эмоции, ваши мотивы, и ничего нельзя будет избрать, избавиться. Я благодарю Господа, братья и сестры, за то, что есть реально христианская жизнь ни во тьме, ни на словах. И для этого в седьмом стихе апостол Иоанн говорит, если же, обратите внимание, не говорим, а если ходим, а если ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение с друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я благодарю Господа за свет, который есть. Я благодарю Господа за отношения, которые есть. Я благодарю, братья и сестры, за то, что нам не нужно прикрываться, а нужно быть такими, какими мы есть. Есть величайшее средство крови Иисуса Христа, которое может омыть сегодня твой грех. Приди, Господу, в своих грехах покайся, прими Иисуса свое сердце как жизнь, как спасение, как свет. Да поможете в этом Господь. Аминь. Я приглашаю к молитве.